Что нам мешает продать уже сделанные разработки двигателей, которые недавно отгружали? Можем ли мы довести эти разработки до продаж на базе уже имеющегося оборудования или опять зависим от стройки? То, что сделали, можно продать кому? Продать. И за какие деньги? Даром подарить. Вот у нас, допустим, приходят такие покупатели, говорят, так, мы будем делать, выпускать эту продукцию, нам нужны ваши двигатели, вот этой разработкой мы бы хотели ее приобрести. А как вы хотите приобрести? Ну, вы нам даете двигатель, мы их там производим, выпускаем, и с каждым вам платим. Как я вас буду контролировать? Ну, как, мы вам будем отчеты давать? Я говорю, нет, давайте это сделаем так. Вот сколько вы планируете двигателей выпускать? Ну, сидели там, ну, сто штук там в месяц. Хорошо, давайте сделаем так. Посчитаем, сто двигателей-то, месяц. Вот столько-то там. За 30 лет столько-то. Ролите столько-то. Посчитаем, вот эту сумму вы заплатите и чешите. Не-е-е. А что, мы говорим, с каждого двигателя? Ну, я говорю, тогда давайте так. Если с каждого двигателя вы хотите, вот заплатите вот эти деньги, и вы вообще нам ничего не должны. Не-е-е, это много. А сколько вы хотите? Даром? Вам даром никто давать не будет. Поэтому вот такие вот предложения, их очень много. Они звучат каждый день. И говорят, вот мы вам предлагаем, а вы ничего не хотите. Ребята, ну, мы как? Мы вот такого мы не хотим. Почему? Потому что мы хотим нормальных отношений. Нормальных. Если мы, допустим, несли риски по разработке продукта, инвесторы несли, несут риски по разработке продукта и так далее, кто-то за это должен заплатить? Кто? Потребитель. Если вы не готовы за это платить, значит, я могу дать гарантию, что вы не готовы и двигатели производить. Потому что вы не уверены в себе, и вы даже не знаете, что вы будете делать. А так на всякий случай хочется. Если ты четко понимаешь, что ты делаешь, четко знаешь, куда ты будешь продавать, все остальное прочее, ты можешь принять решение. Если мы сейчас говорим о категориях дилеров, а дилеры где двигатели будут брать? Мы не будем производить. А если мы будем производить, значит, мы понимаем, что мы делаем. И мы готовы на это идти. Как либо мы будем производить, покупая комплектацию, либо мы совместно войдем с кем-то в сотрудничество и так далее. Это уже другие моменты, нюансы. Но надо четко понимать, что мы не собираемся покрывать чьи-то риски за счет инвесторов. И за свой счет в том числе. Нафиг, нафиг. Хотите? Пожалуйста. А так что, вот многие говорят, давайте вы будете нам двигатели мотать, а мы будем там куда-то применять. Я говорю, извините, вы хотите нас превратить в мастерскую по намотке для вас в двигатели? Это вопрос. Еще и в малых партиях. Это не мастерская по перемотке машин. Поэтому вот надо понимать, что для того, чтобы шли продажи разработок, общество тоже должно быть готово к этому. Потому что, допустим, западное общество, они прекрасно понимают, что такое разработка и так далее. Но они пытаются, в первую очередь, поддерживать своих разработчиков и заимствовать на своем рынке, прежде чем приходить на это. А для того, чтобы они на нашем рынке все это брали, их надо очень хорошо, не про симулятор, а очень хорошо. Они говорят, как у тебя, у меня есть выбор? Есть. Какой? Принять наше предложение. А второй? Второй, смотри, пункт первый. Субтитры создавал DimaTorzok